Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, называется «Во свете Библии». Перед нами книга, 77 книг в ней, синодального перевода. Открытым оком, чтобы видеть все вокруг нас и внутрь себя открыто смотреть. Господь сказал Христос однажды так. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Лука 21.34. То есть за этим надо следить. Но когда говорят, что 60 с лишним процентов людей имеет избыточный вес, значит не следят. Если пьяниц только что, страна разваливается, значит не следят. А заботами житейскими обременно практически все. Я могу просто говорить, поясняя это, давая какие-то данные, статистические, их у меня очень много. Я сейчас пока по вот этой книге веду все эти комментарии. Это книга, которая мне очень дорого досталась. Много лет я готовил ее, около 40 лет собирал по строчкам. Отсюда я беру эти темы и попросили озвучить. А то считать не умеют. Есть такое мирское выражение. Лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. Если бы кто-то мы беседовали, кто-то рядом сидел и вопрос за вопросом задавал, то просто отец отвечал бы. Но этим я не доволен. Мне хочется, чтобы книжная мудрость из книг и книг стала известна людям. А что об этом говорит Господь? И поэтому что здесь говорится? Отягчаются сердца, тяжелые делаются, объедение, пьянство, заботы, жительские. Вот по этим трем пунктам я отдельные комментарии, беседы провожу. Сейчас будет об объедении. Во время голода эта тема не столь злободневна, как сегодня. Разные способы, как похудеть, как сбросить. Ну кто раньше где, когда знал это сбрасывать? Не надо было наедать? Да у меня там болезнь, конституция. И начинает дальше. Широкая кость. Да широкий рот, не кость. Если кто не знает причину, почему люди толстые бывают, легко запомнить. Только всего четыре. На каждую, когда говоришь толстякам об этом, они начинают сопротивляться. Да ну, да я... Первое, самое прозаическое обжорство. Обжорство. Свинья на двух ногах. Лопает и лопает, и конца никакого нету. Обжорство. Это называется шревобесие. А когда любят эко сладкое, там во рту, чтобы таяло дольше, гортанобесие. Но это есть другие названия. Очень и очень много малых детей, которые вот такие вот в насмешку живут, как поросята. И не надо ничего придумывать. Просто рот закрыть и владеть собой. Ну, если рту свою в ума не дадите. Если в холоде, надо побольше поесть. А в жару вообще можно мало есть. Второе, вторая причина. Значит, я сказал, первое это обжорство. Второе, лень. Ох, как на это. Да я, я как пчелка работаю с утра до вечера. Может и так. Но ты должна потеть. Работать так, чтобы с себя все лишнее ушло. Ну, толстого же не было в ГУЛАГе. Ни одного в Освенциме не было. В локальных городах не было. Люди умирали. Ну, что доказывать-то? Есть нечего, ничего и нету. Организм начинает с костей все соскребать. И, наконец, и в костях уже ничего нету. Обмена крови нету. Вот эти две главные причины. Устранить их. Не надо ни лечиться, ни при какие-то сжигающие вещества. Начинает принимать, сердце рушится. Третье. Очень близкое к этому. Много спанье. Поел на бочок сало кусочек завернуть. Не надо этого делать. Сон нужно сокращать. Если молод, то порядка до трех часов. Это нормально. Эдисон. Это, знаете, по электришеству. Мудрец такой был. Вот Курганский. Костник. Тоже. Он не больше трех часов. Не больше. А Арсений Великий говорил, для монаха достаточно одного часа. Одного. Я в моей жизни все это испытал. У меня было два с половиной часа в сутки сон. Два с половиной. Дальше мне было тяжело уже. Потому что я работал с книгами. Надо было насчитывать. А просто работать можно было еще меньше. Елизаров. Он доводил сон свой. Не как-то. Распределил. Самые такие богатые часы. Когда после сна. Он преподавал в университете. А ночью. Говорит. Я там разовый пилил. Растяжки какие делать. Вот сейчас. Костя управляет. Благодаря его изобретениям. Так я в это время ночью переплетал. Книги там. Он конспектировал. Что угодно делал. Подшивал. Точил. Там пил. Я немножко прочитаю. Сконцентрировав все искушения соблазны мира. В три предложения. Ко Христу. Дьявол. Враг. Крокодил. Кто до человечества на первое место поставил чрево. Сделай камни с их хлебами. Затем зрелище и авторитет. Это очень подробно. Об этом говорит великом инквизиторе Достоевский. Кто накормит. Затем упадет народ. Ты сначала накормил. А потом спрашивай. Не продать. Не купить. Это речь идет как раз об еде. Не о чем-то другом. На чреве человек пал в раю. Вкусила Ева не то что нужно и Адам ел. Это не послушание. Вожделение плоти. Похотящее гордость житейская. И весь человеческий род ныне умирает. Пьянство для всех наглядно. Понятно. Какие-то наркологические кабинеты. Стараются как-то дело это вывести. Но многие лечатся в этом-то. А где рассказано, что приносит невоздержание в пище? Детям дают какие-то деньги. Они покупают лишнее. И уже вот так. Нос не видать. Уже щеки поднялись дальше. И живет не так, как вот так. А только рот вот в таком направлении движется. Я как-то на поезде ехал. Едет такая мать и такая точно дочь. Одинаковая. Она лежит на сиденье на ниже. Ну жесткий вагон. И как студень какой-то. Шевелится вся вот так вот. Ей разве это нужно? И девчонка. И вот сколько раз по вагонам проходят эти торговки. Ну то иду несут первое, второе. Она всех их зазывает и всех берет. Из ресторана пройдут. Потом еще кто-то. И только смотришь, ну куда в человека столько лезет. Зачем тебе это нужно? Еду в трамвае. И бабушка одна с трудом поднимается. Я подаю руку ей и стараюсь затащить. Ее не затащишь. У нее, наверное, ну полтора центра есть. Я ее кое-как затащил. И говорю, баба, ну зачем тебе столько лишнего-то? Хоть кран подгоняй и поднимайся. А до этого она меня поблагодарила, улыбается. Вот, так сказать, какой вежливый дед-то. Как она меня хватила, как понесла на весь вагон. Ну, с меня как с гуся вода. Она говорит, как старого быка. Чем больше бьют, тем шкура толще. Я говорю, да при тебе осталось, а мое при мне. Кажется, они такие благодушные толстяки, но только тронь чрева. Я говорю, что ты так разъелся-то? Ну, ты маленько побереги себя. Ты же до возраста 70 лет никогда не доживешь. Как они поднимутся? Сделать они ничего не могут тебе. Но пыхтеть будут страшно. Такое зловоние начнут испускать. Как череповецкий комбинат. Вот эта колбасная философия, она помрачила духовный горизонт. И остались две дорожки извилинного человека. Подсилка и кормежка. Ищут жирного, сладкого, безразмерного. Не желая смирить вкусовые присоски. Жалуются на болезни, на тучные диабеты. Когда увидишь несущих на своих костях чужое мясо, излишнюю чудовищную тучность, и попытаешься помочь рассказать о вреде, перееданию, сразу в ответ. Это у меня диабет. Болезнь такая. Оказывается, это болезнь такая. Действительно есть. Сахарная, сладкая. А ди означает два. Обед, бед. Я просто по-своему. Два обеда. Диабет. И ничем ты не докажешь у них, что это не болезнь, а самое прозаическое обжорство. Разве наши генетики, бионики, кто изучает что-то процессы в человеке, они не могли бы вывести такую породу коров, которые не кормя, они бы толстые были. Ну, как человек. Я, говорит, не ем. Вот как пост еще больше. Я недавно одну женщину здесь. Я говорю, какой у тебя рост? Да, метр пятьдесят, кажется, шесть у нее, метр шесть. А вес какой? Ну, центр, больше. Я говорю, пятьдесят килограмм лишнего. Сколько лишнего, легко узнать. Рост свой, будешь считать? Рост. И сто пять килограмм отнимай. За этот предел вес, чтобы не заходил. Если у тебя метр семьдесят, ну, отними сто пять, остается шестьдесят пять. Вот за этот рост не заходи. Не надо. Ну, у меня вот метр семьдесят два, шестьдесят четыре килограмма, ну, может быть, туда-сюда килограмм колеблется, когда поешь. И все. И так всегда было. Я еще ни одной таблетки за семьдесят три года не съел. Я просто хвалюсь моим Господом. А что я претерпел, прошел моя корявая биография, это не на одну жизнь хватило бы. Сколько тюрем, сколько в лагере, сколько еще пришлось перетерпеть, крутили руки, еще только не делали. Ну, крепко организм со всем борется. У человека огромный-огромный потенциал заложен. Даже умственно не более трех процентов четырех человек в жизни использует. А девяносто шесть невостребованные так и остаются, умирает. Я был тронут этим и решил, ну, опровергнуть это. Попытаться эти проценты раскрутить. Ну, и, по милости Божьей, это тоже удалось. Так что вызывало даже удивление. Это В1 делали? Это В1. У меня 38 книг выпущено. А до этого я 50 книг Аудио насчитал. Меня арестовали по санкции МГБ, Московской КГБ. Ну, и в конце сказали, уже я в тюрьме сидел. Думали несколько отделов трудиться в России. Оказалось, один человек. Это невозможно, это невероятно. Один это условно. Кто-то привозил пленки. Ну, делал все один. В первую очередь, это не каждому доверишь. Ну, а во-вторых, кому что давно. Это вот 38 книг. Вот они лежат, это по 752 страницы в каждой книге. Были написаны и измены за 9 лет. А толстый, я бы чего это сделал? Ничего не сделал бы. Толстая щереба не рождает тонкие мысли. Слово Божье говорит так. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Экклесиатство 5.11. Главная потребность для жизни. Загибайте пальцы. Вода и хлеб. И одежда. И дом, прикрывающий наготу. Поэтому на первом месте специальное сельское хозяйство. Пекарь. И все, что связано с едой. Второе. Прикрытие одежды. Текстильная промышленность. Кто выращивает хлопок и прочее. Третье. Строительство. Все остальное дальше, а то писатель, да вот такие там начинает перечислять. Это в конце длинной очереди дармоедов с вылезанной чашкой стоит. Он ничего не производит. У нас, я посчитал, в стране паразитирующих людей больше 3 или 4 раза, чем работающих. Не нормально это? И под разными причинами. То на пенсию раньше, то получать. Я тоже льготник, как политзаключенный. А я ничего не получаю. Какая-то там сотня рублей есть или нет. Да пойдите, да то, другое. Один раз сходили, ничего нет. Да обойдемся. Стоит ли это ради лишнего куска, говорится, ломаться перед ними? Мы не заслужили этого. Мы грешные. Немногим довольствуется. Человек благовоспитанный. И потому он не страдает одышкой на своем ложе. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдание бессонницы, и холеры, и резь в животе бывает у человека ненасытного. Серахов 31, 21, 23. Как рано? Мы всегда встаем в 4,40. Всегда. Праздник, не праздник. 4,40. А что так рано? Не рано, это как раз. Это нужно человеку. Рано встал. Ну, кто рано встает, Бог дает ему что-то. Не спеша. Надо везде спешить. Только здесь нельзя спешить. Тихо, спокойно, помолиться, не старопясь, почитать Слово Божие. И тогда ты все это успеешь сделать и на работу вовремя пойти. Конечно, говорит Лев Толстой, нам хочется хлеб размочить в воде. Ну, с этим соглашаются. Ну, действительно, дес надрать-то. Но, конечно, неплохо, чтобы в этой воде прежде выварилось мясо. О! А еще лучше, если бы само мясо съесть. Желательно, чтобы к мясу подали рыбу в сметане. И совсем хорошо было бы еще и вино, и женщины, и музыка. Ничто не спаслось от обжорства его. Потому не устоит счастье его. И в 20 главе, 21 стих. Писатель Владимир Щевелихин долгое время был в Швеции. И он говорит, вы ему не поверите. Во всей Швеции я не видел ни одной толстой женщины. Вот эта шведская стенка, что они... Все время тренируются. И смотрят за своим рационом. Как-то тут были француженки у нас в Барнауле-то. Ну, спросили вот... Ну, были в женских коллективах, в краевой администрации. И спросили их. Ну, что вам показалось, не как у вас? У вас женщины, говорят, слишком толстые и много едят. Ну, все. Одна поездка, и уже характеристика составлена. Как некто проживальски. А киргизык сказал. Какие это? Мелкие, говорят. Ленивая и вороватая нация. И так и припечаталась навсегда. В житиях святых известно такое. Что эти люди, которые много едят, называются полифаги. Полифаги. У меня была даже специальная книга, тогда «Карильские ночи». Она редкая такая книга. Там один съедал 30 куриц за раз. 30 куриц. Это «Житие Македонии» 28 августа. И рассказ обесноватой женщине. Макарий египетский, 19 января, говорит об обжорстве несчастного, съедавшего из своей отходы. И мог съесть быка за раз. И когда был голодный в это время, у него живот так отвисал, что эти кожи мог обернуть вокруг себя. Когда положили в больницу, так он ночью пробрался. И какая была там магнезия, что он из себя представляет. И съел. И были которые, абортированные отходы от женщин. Все сожрал. Это даже зверь есть не будет. Явное дело, что это не просто обжорство. Это демон в животе. Демоническое. А начинается потихоньку с малого бессенка. Видите, ребенок, сколько складок у него. Зачем вы его кормите? Надо научиться, чтобы он сам ставил преграду. Вот у меня дети в лагере. Я начальник детского лагеря, 40 лет. И бывают такие с излишним весом. Ну прям толстые, чушки настоящие. Вот нынче одна в прошлом году приехала, одна со своим внуком. Ну отпустили его кое-как. А что, родители такие? А баба-то верующая. Она какая надо работает. Ну, ты хотел бы быть такие, как вот эти? А парень уже лет 12. И он уже вырос, как надо. Да. Так вот у нас диета галатийская называется. Галатийская диета. А почему? Наш лагерь называется в честь Климента Анкирского. Это в Галатии, когда был голод, детей выбрасывали. А он был ребенок маленький. Усыновлен богатый. И он собирал детей этих, кормил. Это галатийская, я говорю, система. А что, у нас сухари? Ну, кто хочет, тут столы стоят так, а там вдоль ограды отдельная скамейка. На эту скамейку садитесь. Вот, вам будет дежурно разносить два сухаря. Ты можешь взять больше, но я вам рассказываю сколько. Ты можешь сесть сразу за столы. Кто хочет, добровольно. Если лежу, там некоторые кинулись, руки поднимают, то тебе вес нормальный, тебе не надо. Только те, у кого избыточный вес. Девочки ни одна не попала. А мальчики попали. Ну, один побыл дня, два вернулся. Ну, один крепко до конца выдержал. Брать два сухаря. Ну, там, пол кружки компота. Все. В обед и к вечеру. Ну, захочешь есть, садись тебе на корма сколько. Нет, я буду держаться. Он приехал домой. Как в Захарисе дядя у него. Там такой дядя. Как увидел его. О, это что с тобой? Да какой ты красивый-то стал. А что дома? Дома побыл, опять родители его за зиму разбарабанили. Ну, я там не вижу его. Это больное сердце. Это одышка. Это насмешка детей. Дети над такими издеваются всегда. Вот я говорил об этом уже. К особой процедуре стали прибегать в Америке. Это уже давно я читал про это. Когда на пост директора какого-то большого предприятия объявляют конкурс. И бывает так, одинаково. Один Аксфорский университет кончил, и тот. Все одинаково. Но один толще, излишний вес. Их ставят на весы. Излишний вес в сторонку. Повторяю, толстое очревание рождает тонкие мысли. Наконец стали билету авиационному припрессовывать деньги за вес. Ну и правильно. У нас тут был, он ниже меня ростом, батюшка один, ниже, сантиметров на 5. 150 килограмм им весом. Ну надо ему это, он еще и умер давно. Переедание влечет за собой утолщение ног, век, появляется сонливость, рыхлость. Православная церковь установила посты, во время которых не разрешается употреблять мясо, яйца, всего молока, иногда рыбы и растительного масла. И таких дней в году почти две трети. Под страхом извержения и сана, отлучения от церкви, апостольское правило-то, запрещает нарушать их. Вот не вовремя-то где-то. Позвоните попозже, идет запись. Так, простите меня, пожалуйста. Вот такое дело-то. От апостольского правила 60-е. 69-е. Запрещает нарушать пост. Под страхом извержения и сана. Вот. Во время поста законные супруги даже воздержались от плотского соития. И какой бы крепкий народ тогда был у нас. И как жили. Некоторые вот не знают, Менделеев. Он был в семье, 17-й ребенок. Так, навскидку. Скажите, кто знает у нас в стране, во всей России, чтобы в семье было 17 детей? Если вы скажете, знаю, я сразу скажу, что это верующие. Какие-нибудь баптисты. Православные, крепко верующие. 17-й ребенок. А 10-12, это нормально? Если каждый год 3-5 миллионов пребывало в России, значит, пребывало. Учитывая смертный еще отсев какой. А тут странное истребление идет. Когда нет поста, его заменяют на ропот, на жадность, на обжорство. А посты есть везде, во всех религиях. И в исламе, и в буддизме. Его нет только у безбожников. Потому что они живут как скотина. Самый безумный. Изнатаус говорит, безумнейший из безумных, кто отрицает Бога. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, говорят свысока. Злобно разглашают клевету. Псалом 72-7-8. Сделали стучны. Переступили даже всякую меру во зле. Не разбирая судебных дел, дел сирот. Иеремия 5-28. Утучнел, разжирел. И стал упрям, и оставил он Бога, создавшего его. И презрел твердыню спасения своего. Второзаконие 32-15. Подсчет как-то показал, что в среднем, ныне, русский человек употребляет калории, боли жителя пустынных гор Туарега в 12 раз. То, что у нас один считает, у них на 12. Так нужно помнить, что они под палящим солнцем в иные дни за стадами пробегают при 45-градусной жаре, в тени, если бы тень была, но ее там нету, до 90 километров. Почему они, эти негры, оттуда все время стаеры, первое место занимают из года в год? Пресыщенное чрево порождает семя сластолюбия, и дух, подавленный тяжестью пресыщения, не может иметь рассудительности. Ибо ни одно чрезмерное употребление вина делает безумным, но безмерное употребление пищи так же расстраивает, помрачает его, лишает чистоты и непорочности. Антони Великий. Одной жены покажется мало. А ты погаси эту страсть, не давай ей есть. И все. Вспомните невинного пруденция у Лескова. Она вот там промарила, а он за ней гонялся, язычник. И она поставила там кашу, плов, и сказала, вот постели, или со мной, или кашу. Он сразу в эту кашу залез, она в это время уплыла, и все. Что каша эта ближе оказалась. Вот такой неаккуратный сегодня у меня день идет. Перезвоните через полчаса, у нас запись. Я, наверное, сказал, полчаса это мало. Надо было через час. Но тут опять же не сообразил, в попыхах. Еще раз у всех прошу прощения. Шревобесие нужно побеждать не только за себя, чтобы не вредило нам обременительной прожорливостью. И не для одного того, чтобы не разжигало нас огнем плотской похоти, но для того, чтобы не делало нас рабами гнева или ярости, печали и всех прочих страстей. А вафиона. Кавычки. Шревоугодие разделяется на три вида. Да, один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа. Другой любит только присыщаться, какой бы ни было пищи. А третий хочет лаковой пищи. Сиборит. Вот там такой дегустатор. Каждую пищу на несколько раз перепробует. Один толстый такой повар. Это я слышал рассказ. Ну, пришел, врач говорит, ты поменьше ешь. Да я совсем не ем. Ну, как же так? Ну, только где-то пощупаю, попробую. Ну, какой пробуешь ты эту ложку, сколько в рот, столько и в кастрюлю. А у него кастрюля-то набралась к концу дня, полная. Вот и все. Надо следить за собою. Против этого христианин должен иметь троякую осторожность. Ожидать определенного времени для принятия пищи. Не присыщаться. Довольствоваться всякой самой скромной пищей. Говорит Ян Касьян. Дальше кавычки открыты. Нет ничего хуже, ничего постыднее чревоугодия. Оно делает ум тучным. Оно делает душу плотскую. Оно ослепляет и не позволяет видеть. Не готовимся ли мы принести себя в жертву, что так утучняем себя? Для чего уготавляешь ты с червям роскошную трапезу? Для чего увеличиваешь количество жира? Для чего делаешь себя ни к чему не угодным? Для чего зарываешь душу? Для чего ограду ее делаешь толще? У души-то ограда-то, вот это тело. Подобно тому, как корабль нагруженный более не может вместить под тяжестью груза и идет ко дну. Так точно и душа, и природа нашего тела принимает пищу в размерах, превышающих ее силы, переполняется, и не выдерживая тяжести груза, погружается в море гибели, и губит при этом и плопцов, и кормщего, и штурмуна, и плывущих. Иоанн Златоуст. Чревоугодие истребляет в человеке все доброе, Нил Синайский, кавычки, пренебрегая лакомыми снедьями, потому что в скором времени они обращаются в ничто, а во время искушения имеют великую цену. Вкушение. Употребление их сверхпотребности теперь порождает болезни и в будущем подвергает ответственности на суде. Исидор Пилосевод. Если ты победишь рево, эту госпожу, то всякое место будет тебе содействовать приобретение бесстрастия. Если же она будет обладать тобою, то до самого гроба ты будешь везде бедствовать. Ян Лествичник. Откармливающий тело без воздержания в еде и пятии будет измучен духом блуда. Авва Феодор. От угождения шрево отягощается, грубеет, ожесточается сердце. Ум лишается легкости и духовности. Человек становится плотским. Корень всем грехам есть сребролюбие. А после сребролюбия шревообъедение, сильнейшее и обильнейшее выражение которого пьянство. Если будешь угождать шреву и излишне питать себя, то не извергнешься в пропасть блудной скверны, в огонь гнева и ярости. Отяжелись и омрачишь и приведешь свою кровь в разгорячение. Игнатий Бричининов. Более подробно желающим это познать советуется про честь невинной пруденции. Это мы говорим уже. Вот почему сегодня врачи единодушны во мнении, что большинство болезней не только от нервных стрессов, но и от объедения. И когда говорят полные люди, что они едят мало и очень работящие, то непонятно откуда эта хвороба накатила на их спины в виде пухлых матрасов. А причина вряд выстраивается. Обжорство, лень, много спанье и четвертое беззаботность. Я дальше не договорил. Беззаботность. Нигде не встряхнуться. Ни в семье. Как было, так и идет. Не говоря там про страну, про людей, про спасение душ. Беззаботность. Бои отцентрюсты. И кто говорит проповеднику с толстыми красными губами, что он серьезно говорит о пасте и вреде винопития? Никто. Антихрист насчет борьбу за обладание чревом. Когда невозможно будет ни продать, ни купить, пока не примешь его как Бога. Полный, жирный, не в силах делать много земных поклонов. И стоит, подобно доменной печи, окутанной испарениями. И в 20-21 сих. Ничего не спаслось от обжорства его. Зато не устоит счастья его. Судей 3.17. Там был человек страшно толстый и попал в историю. Написано тучный чрезмерно. И пришел и поднес дары Иглону, царю Мавицкому. Иглон же был человек очень тучный. Псалом 21.13 говорится. Множество тельцов обступили меня. Тучные воссански окружили меня. Отношение церкви к посту настолько серьезно, что даже больному, очень престарелому, ни епископ, ни священник не могут дать разрешения на молочную пищу. Не говоря о мясной во время поста. Единственное, что может разрешить, это не лея растительное масло и вино в постные дни. Это правило Тимофея. Восьмое правило и десятое. Это не послание к Тимофею. А из книги правил. Мы здесь говорили не о посе, а об обжорстве. А посея это отдельная тема. Поставь перегородку в гортане. Один святой также пишет. Вот говорит, я себе решил так. Сухари накрошу туда. Вот сколько рука и узкое горлышко схватит. Первое время я полной горстью хватал. Но рука-то не выходит. Кулак-то делается широкий. Опускал. Совсем мало вытаскивал. Постепенно привык. Желудок может так разбарабанить, и он у тебя будет вмещать 10 литров. Ну вот я сейчас считал про таких. И вот когда сидишь в лагере, не хватает хлеба. Работать много. Иногда в две смены. Ну просто не хватает. Я говорю, а почему хлеба мало дают? А начальство сколько дают, они кажется две трети сразу забирают своим свиньям домой. А заключенным зачем давать? То есть норма рассчитана, не попадает. И вот некоторые сидят, моего роста. Гляжу, парень поел и кусочек оставил. Я говорю, а что он оставил? Не знаю. А другие, которым не хватает, они тут же хватают его. Я его спрашиваю, тебе же он лишний? Он говорит, нет, не лишний. А зачем? А я говорю, ставлю предел. Если я перейду за этот, мне дальше не будет хватать. Я показываю, что мне хватает. И которым не хватает, их называют крысы. И они на помойной яме, там роются грязные. Им уважение, не то что уважение, а презрение всеобщее, никогда не позволяет чрезмерно насыщать эту плоть. Она грубеет и потянет тебя ко дну. А обжорство, это даже у верующих, оно сплошь и рядом есть. Я несколько раз уже разговаривал. Одно время у меня был священник, но до того он необъятный-то. Я говорю, а ты хочешь быть другим? Конечно. Ну и в архиерее тот одно время потрес, он пошел на стройку работать. Идет на стройку. Ревности такой. Утром земные поклоны, он кладет все поклоны. Дальше я не могу, у меня операция на позвоночнике. Он земными поклонами крошит. Утром не ест, в рот ничего не берет. Идет в обед чуть-чуть, возьмет там какой-то пластик. Он побыл ремень на три. На три дырки уменьшил, пока жил зиму. На три. Вернулся домой. Невоздержание, жена его очень любит. Опять все эти вернулись килограммы. Поэтому если мы видим толстого человека, он вызывает усмешку. Ну что бы там ни говорили. Посмотрите на президента, вот Путина взять. Какой он мускулистый. Я ни о чем говорю, ни о политике, только не обвиняйте меня. Ну разве нам неприятно видеть вот такой человек, который он не то что эти, готовый только для крематория, которые были. За ними скорая помощь ездила. Реанимация. Он везде. И на самолете, и везде. Видно, что он подвижный где-то. Можно ожидать чего-то доброго, если он будет, конечно, молиться. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok